Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. О последних значимых событиях расскажу вам я, Белла Ахмедова и мои коллеги. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Оплатить до вечера среды. Председатель правительства республики потребовал от министров погасить все имеющиеся долги по заработной плате перед сотрудниками. Новая скорая медицинская помощь в города и районы. Дагестан получил более 20 современных машин для медицинских учреждений. Проблемы современной молодежи и пути их решения. О чем еще говорили участники конференции Муфтиятия, республики расскажем скоро. Все долги по зарплатам должны быть закрыты в ближайшие два дня. Такое поручение дал министром председатель правительства республики. Абдул Муслим Абдул Муслимов подчеркнул, что в первую очередь должны быть произведены выплаты педагогам, работающим в муниципальных образовательных организациях. Срок до среды 17.00. Премьер-министр также поинтересовался о наличии задолженности перед сотрудниками у руководителей Минздрава и Минтруда. У нас есть, например, задолженность по заработной плате, но, как говорит Руслан Алим, сегодня 91 миллион рублей идет в Минфин здесь, Алибр Адмураджимович. Гостандарт образования сегодня должен быть закрыт. Татьяна Васильевна, по гостандартам здравоохранения есть проблемы? Нет, нет. Все, спасибо. Мурад Низамилевич, по мнению труда есть? Нет. Спасибо. Дагестан получил 21 современный автомобиль скорой медицинской помощи. Техника была закуплена Минпромторгом России в рамках исполнения распоряжения федерального правительства. На главной площади столицы республики прошла церемония передачи транспорта главврача медицинских учреждений республики. В мероприятии принял участие и глава региона Сергей Меликов. Новые машины появятся в городах Махачкала, Буйнакск, Кизляр, Хасавюрт и Кизельюрт. А также в Казбековском, Тарумовском, Гиргебельском, Цумадинском, Тляратинском и Чарадинском районах. И в продолжение темы новых автомобилей теперь уже на нужды СВО. Накануне Сергей Меликов передал дагестанским военнослужащим Марату Халикову и Ахмеду Магомедову ключи от машин. Ну вообще многие приложили усилия, подобрали машины вам. Я думаю, они вас устроят. Командиру полка тоже передайте, что мы свои обещания держим. Ну как мы договаривались, перевозка раненых, перевозка боеприпасов. Тебе же надо на чем-то патроны привозить, да? И для разведчиков, персональных, скажешь, как разведчик разведчику, мы с Наим Магомедовичем вам дарим дни. Техника отправится в третий армейский корпус для решения боевых задач. Помимо транспорта, бойцам на передовую отправили обмундирование, спальные мешки, предметы первой необходимости и многое другое. Задачи, они максимально нам дадут возможность выполнить. Это, во-первых, одна из машин. То, что касается этой машины, допустим, это поставки боеприпасов, каких-то вот моментов, куда не может проехать там большая техника с питанием, да? Эта машина самый раз для этих действий. Ну и, конечно же, у нас для быстрых поставленных целей есть НИВа. Это у нас для разведчиков. И хотелось бы отдельно поблагодарить нашего главу республики Сергея Леонидовича Минликова за его оказанную поддержку нашим бойцам. И к другим темам. Неосторожность на дороге опять приводит к печальным последствиям. Очередной наезд на ребенка произошел в Махачкале. Местная жительница, управляя автомобилем Hyundai, сбила 9-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть. Как сообщает МВД Дагестана, ребенок с травмами доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД по республике проводят в эти дни комплекс мероприятий на городских улицах. В рамках рейдов особое внимание уделяется вопросам безопасности при перевозке детей. Водителям также напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и об особенностях управления транспортом в зимних условиях. Проблему молодого поколения и пути их решения обсудили участники конференции в Муфтиятии Республики. Представители Минздрава, МВД, Миннация, Министерство образования, блогеры и общественные деятели выступили со своим видением ситуации. Приняли участие в дискуссии на тему вызовов современного общества дагестанской молодежи. Все подробности мероприятия в сюжете Аиши Тухаевой. Участники обсуждали вопросы противодействия национальной и религиозной нетерпимости. Спикер круглого стола Богослов Идриса Садулаев регулярно проводит встречи с молодежью и школьниками в учебных заведениях и спортшколах Махачкалы. И многое знает о проблемах, с которыми сталкивается юное поколение. Как недругие недоброжелатели нашего общества, нашей родины, нашей веры в частности, манипулируют, используя разные ресурсы, средства, приемы наших детей, нашу молодежь. И заставляют их совершать абсолютно необдуманные, неправильные действия, такие как действия в аэропорту, буквально недавно то, что было. Это, конечно же, большой для нас сигнал. Сегодня, если врагам удается, используя гаджеты, соцсети, манипулировать, нажав на чувствах, религиозных ли они, национальных чувствах, использовать нашу молодежь против нас, против нашей власти, против нашей веры, это большой сигнал. Мы должны реагировать. Общественники, спортсмены, известные блогеры выразили свои взгляды на поведение молодежи. Многие участники обсуждения выступили за скромное поведение даже в новогодние праздники, которые у нас в республике любят отмечать с размахом, давая не самый хороший пример для подрастающего поколения. На сегодняшний день, действительно, да, вот, Палестина, Украина, так же, скажем так, вот эта проблема с заправками и много-много другое у нас есть в республике Дагестан. И нам сейчас не до смеха, не до праздников. Конечно же, очень много людей начнут там критиковать, много чего писать, говорить там и так далее. Это наш праздник, мы как хотим, так оно и будет делать. Ну, я считаю, что именно в этом направлении, сегодня, который вопрос мы поднимаем, который Муфтиад поднял, считаю, что нужно поддержать. И весь дагестанский народ, молодежь, мы должны в этом направлении именно вести пропаганду. Так что нам такие громкие праздники тоже не нужны, не нужны. Считаю, что если делать работу, нам надо общими усилиями делать духовное, нравственное воспитание. Мы видим, да, наркомания у нас, наркомания в республике Дагестан, уже творят такое, которое мы даже, вот сейчас не можем здесь за столом говорить, уже такое творят. Огромное спасибо, что действительно подняли, лично от меня огромное спасибо, что подняли этот вопрос. Молодежь легко поддается манипуляциям, и с ней надо постоянно работать, говорили сотрудники профильных организаций. Интернет и соцсети сегодня, к сожалению, влияют на умы молодых людей больше, чем наставления старших. Я думаю, безусловно, Муфтиад Республики Дагестан и, в принципе, как основная централизованная религиозная организация, имеет ключевую роль в воспитании молодого поколения, в прививании им духовно-нравственных ценностей, моральных ценностей, патриотических устоев. И Муфтиад Республики Дагестан, я думаю, отлично справляется с этой работой, с этой задачей. Что касается общественных объединений, общественных организаций, я думаю, в принципе, все общественные организации должны понимать, в первую очередь, какая основная цель своей работы в взаимодействии с государственными органами, с другими общественными организациями, с религиозными организациями, в том, чтобы создать единый такой конкретный кокон для защиты нашей молодежи. Сегодня очень многое зависит от нас самих, от общества сегодня, да, вот, где мы находимся сегодня в республике, это на каждому человеку, не только вот именитому спортсмену или именитому какому-то богослову, именно Муфтиад это работает отдельно, они не должны это работать, это должны каждый человек, каждая семья над этим должны работать сегодня. Поэтому сегодня очень важно, чтобы совместно с нашими педагогами, спортсменами, там, совместно с учеными, богословами, мы чтобы работали, вот, например, раньше был, как, знаете, там, родительский комитет, вот эта работа, чтобы ее надо сегодня поднять, ее надо сделать такой рабочей, такой лошадкой, чтобы сегодня это для детей, чтобы было пользоваться. Работать надо всем и вместе. Участники круглого стола считают, что именно диалоговые площадки разных форматов и позволят выстроить эту работу в эффективном русле. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. На этом наш выпуск подошел к концу. Для вас в студии работала была Ахметова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших всем новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова